Он дальше шёл. Вот у Саши хорошая методика на стимуляции внутренних органов и по точкам. То есть это, конечно, нужно показывать. Но это тот же самый точечный массаж, который во многих медицинах. Да, где-то схожий, но... Нет, есть свои отличия. То есть это наши, которые раньше занимались... Это то, что было на Руси, оно многое, в общем-то, неизвестно. И если даже, предположим, я выполняю эти действия, но так, с широкого экрана, объяснить, как это делается, как это, это, может быть, многие не поймут. Тут есть тонкости. У каждого дела есть нюансы, тонкости. То есть, взяв скрипку, знаешь, что на ней играешь, что не всегда сыграешь, если ты ни разу не играл. Так и здесь тоже. То есть определённый навык. Для любой работы нужен навык. И здесь навык. Навык постановки головы, навык стимуляции органов, навык определения опущения желудка, смещения, подъём желудка, постановка желудка на место, постановка почки на место, постановка кишечника. В принципе, много органов, много смещённых органов можно сделать руками. Поправить, поставить. Саша, а вот такой, на первый взгляд, несерьёзный вопрос. Вы врачуете только физические травмы, механические? Либо всё-таки, знаете, в походах, во время войны, всякое бывает даже у хорошего солдата перед боем. Знаете, как в пословице. Несварение желудка и всё, что угодно может быть. Ну, в народе это может быть, предположим, смола, живица, сосны, ели, пихты, которые можно, предположим, обработать рану. Вплоть до того, что имеется разрубленная ткань, заклеить этой смолой разрубленную ткань. Если имеются стоматиты, там, какие-то ненормальности с дёснами, предположим, достаточно человеку дать пожевать. Даже при ангине существуют варианты, когда у человека танзелит повысилась температура. Достаточно дать ему пожевать сосновой смолы, как всё нормализуется. Саша, а вот фронтовики рассказывали, что во время войны люди вставали на ноги после тяжёлых ранений буквально вот считанные месяцы. Как вы думаете, либо вот эта сама атмосфера войны, именно вот психологическое состояние способствовало этому, или что? Или может быть, тоже какие-то секреты медицины? Ну, в принципе, психология, конечно. Главное, естественно, психика человека. Психика решает всё. Потому что в стане проигравших долго рано заживает, а в стане выигравших всегда всё... Это тоже закон? ...восстанавливается этот закон такой, закон жизни. И поэтому, если у человека имеется доверие к тебе, если он доверяет полностью тому, что ты делаешь, то практически успех обеспечен. Вот сейчас в ваших руках фуражка. Фуражка имеет определённую форму, всем нам хорошо знакомо. Её же тоже можно использовать как оружие. То есть вот козырёк, именно вот эта форма, она как-то может использоваться в воинской жизни? Конечно. Раньше старые русские офицеры, они как раз пользовались этими фуражками в критической ситуации. Значит, сейчас тоже те, кто знает, они пользуются, но забыли этот момент. Значит, этот козырёк даёт возможность выбивать оружие и очень сильно наносить удары. Точно так же метается. Фуражка тоже метается по оружию или, допустим, в голову и так далее. Значит, накрывается, вырывается нож из руки. А можно продемонстрировать, да? Да, конечно. Вот, допустим, фуражка. Значит, вот, например, сапёрная лопата. Посмотрите, нападение сверху сапёрной лопатой. Мы ей защищаемся, посмотрите, мы ей защищаемся и наносим удары, видите? Потом идёт по шее, тем самым забираем оружие и наносим движение. Значит, нож выбивается так же точно, как и снизу. Посмотрите внимательно. Вот, ребёнок, тоже уходим и снизу прям выбиваем, начинается оружие. Сюда накрываем его. То есть это будет оружие, которое можно свободно носить. С руки оно тоже, к примеру, наносится удар. Посмотрите, наносится удар. Мы взяли то же самое, мы наносим ему удар, выбиваем, отсюда наносим удар и дальше его конвоируем. Значит, смотрим, кто-то в ногу делали. Кто, да, кто сможет подвигать. Ну, старт, вот.